Доктор, как хорошо, что вы появились! Доктор, а я волнуюсь, куда ж вы делись? Доктор, такое чувство, что кто-то вылез и по лицу сползает из слезных желез. Доктор, как вы живете? Как ваши дети? Крепко ли спите? Сильно ли устаете? Кресло тут в кабинете, Господь свидетель. Прямо такое точно, как в самолете. Доктор, тут к вам приходят все словно к Будде. Доктор, у вас в газете все на иврите? Доктор, прошу вас, просто со мною побудьте. Просто со мной немножко поговорите. Вера Полозкова Скорая помощь. Приветствую зрителей канала «Атвинтаж». С вами Эмрум, и в ближайшую неделю должны выйти целых три выпуска программы «Атвинтаж Шоу», в которых я расскажу вам о трех своих любимых сериалах, не считая «Твинпикс». Все они сняты в «Уорнер Бразерс», и все в этом году отмечают свое 25-летие. И сегодня, 19 сентября, четверть века исполняется единственному драматическому сериалу, который я люблю. Конечно, я говорю о скорой помощи. В январе 1999 года я опросил своих одноклассников, выясняя, какие у них любимые фильмы и сериалы. Об этом я рассказывал в выпуске «Космический десант звездной пехоты». В чарте сериалов от моего друга Юры первое место заняла «Скорая помощь». Я знал, что она идет на канале НТВ, но, судя по названию, я думал, что это какой-то современный российский проект, который я терпеть не мог. Я даже посмеялся над Юрой, что, мол, смотришь какую-то попсу. На что он мне резонно возразил. «А ты смотрел?» Я начал отвечать, зачем мне всякий отстой. Он меня перебил, сказав, «Ты посмотри, потом поговорим». Ну ладно, мне не сложно, тем более, что, как выяснилось, скорую помощь как раз начали смотреть мои родители. Я сел рядом с ними. Мягко говоря, я остался поражен. До этого я любил только фантастические или детективные сериалы и думал, что драматические шоу – это удел бабулек, которые фанатеют от Санта-Барбары. Оказалось, что и реалистичный сериал без экшена и комедии может быть ужасно увлекательным и, что еще более важно, атмосферным. Такой живой жизни, извините за каламбур, я не встречал больше ни в одном сериале. После этого я пожалел, что наши хит-парады были уже составлены, иначе скорая помощь обязательно вошла бы у меня в тройку. И в итоговом чарте она поднялась бы выше 12-го места, ведь кроме Юры ее никто не упоминал. Позже, когда сериал перенесли с 23 часов пораньше, после каждой серии мы с Юрой по телефону обсуждали произошедшие события. А пока решили во время эпизодов записывать на отдельных листочках свои мысли по поводу того, что было в скорой помощи. А на следующее утро в школе читали тезисы друг друга. Занимательное было чтиво, но мы в итоге отказались от этой идеи, так как мысли со временем стали однотипными, да и отвлекало это от просмотра. В то время по НТВ шел уже четвертый сезон, и он до сих пор остается моим любимым. Можно сказать, что это пресловутый эффект утенка, но я считаю, что это более-менее объективно. Скорая помощь к четвертому сезону достигла своего пика. Доказательством этого можно считать то, что именно в это время в России в разных газетах печатались статьи и новости про ER. В США первый эпизод четвертого сезона выходил в прямом эфире, причем его разыгрывали дважды для жителей разных часовых поясов. Уникальный случай. Персонажи четвертого сезона украшали собой тетрадь, которую я купил к новому учебному году. Была у меня еще одна с кастом первого сезона. Внутри был календарь, на котором я выделил помимо своего дня рождения 6 сентября дату возвращения скорой помощи на НТВ. Эти же герои красовались на постере из журнала «Все звезды», который мне подарил товарищ из параллельного класса. И он висит у меня на стене уже 20 лет. И только после четвертого сезона на ОРТ решили снимать комедийный сериал «Ускоренная помощь». Ужасно тупой. Люди в спецодежде. Ускоренная помощь 3. Премьера на ОРТ. Дорогу! А вот я, например, все два года с огромным удовольствием смотрела, знаете что, американский сериал «Скорая помощь». Тогда же на НТВ вышло ток-шоу «Арина», посвященное «Скорой помощи». Я его записал на видеокассету с тремя последними сериями и часто пересматривал. Это очень интересная программа, в которой показывались закулисные кадры со съемок из русской озвучки. Рассказывались новости о грядущих сезонах. В студию приглашали актеров озвучания Людмилу Гнилову, Владимира Полонского и Владимира Вихрова. Вам помогли? Да, но через две недели гипс пришлось менять и ногу вправлять по ноге. Плюс спрашивали мнение врачей о разнице в лечении пациентов США и России и представили пару скетчей о русской версии «Скорой помощи». Из этой программы и статьи из московского комсомольца я узнал, что создатель сериала – тот самый Майкл Крайтон, который написал одну из моих любимых книг «Парк Юрского периода». Именно такое название пришло в голову автору идеи сериала «Майклу Криктону». До этого я думал, мало ли, может полный тезка. И что Стивен Спилберг собирался снимать фильм о врачах, когда вдруг узнал, что Крайтон работает над книгой «Динозавров». И Спилберг так или иначе приложил руку к успеху «Скорой помощи». Правда, в газетах случалась и дезинформация. Так, в том же МК писали, что в новом сезоне будет сниматься Рикки Мартин. В другой газете уточняли, что он снялся в сериале «Дженерал Хоспитал». На самом деле тут наложилось несколько фактов. Он действительно сыграл в одном эпизоде медицинского сериала «Медико де Фамилия». А с пятого сезона в «Скорую помощь» пришла актриса Келли Мартин. Была неразбериха и с оригинальным названием «ER». На заставке эти две буквы выделены в слове «Emergency». Но часто люди думают, что полное название «Emergency Room». Именно так было написано у меня на тетрадке. Да, официально «ER» — это сокращение именно от этих двух слов. Но создатели не ставят точек после букв и никак их не разделяют, в том числе, чтобы избежать утоницу с другим медицинским сериалом «E-slash-R». Ну и пока не ушли далеко от названия, сразу скажу, что «Emergency Room» — это приемный покой, а не скорая помощь. В любом случае, нам с Юрой очень нравилась аббревиатура «ER». Мы много где ее использовали, в том числе для названия музыкальных треков. Например, «Emergency» и «Revergency». Гениально, правда? Мы даже хотели наш четвертый альбом назвать «Cover Raver 2000», но, к счастью, передумали. С февраля 99-го мы с Юрой в школе на уроках переписывались, чтобы не злить учителей разговорами. Хотя иногда это не помогало, если кто-то что-нибудь смешное писал. Бывало, нас рассаживали. Особенно наша самая нелюбимая учительница, которая очень сильно по характеру напоминала Кэрри Уивер. Вообще, мы заметили, что очень многим персонажам соответствуют разные наши знакомые, в том числе одноклассники и учителя. Еще одно доказательство жизненности сериала. Лично себя я узнал в администраторе Джерри, которого играет Эйбрахам Бенрэби. И ему по жизни не везет. Так вот, в этой переписке мы тоже часто обсуждали события из скорой помощи. 3 марта, после очередной серии, мы размышляли, какое имя дали бы своим детям. 15 лет как-то рановато, не правда ли? Периодически сыпали цитатами. Утром я проснулся и решил, что умираю. Я не могу дышать. У вас такое бывает? Да. Выясняли, кому кто из актрис больше нравится. Ну и поступки персонажей разбирали, конечно. А еще думали, почему в скорой помощи играли в ДУМ, а в ДУМе не смотрели скорую помощь. Как я уже упоминал, с 6 сентября 1999 года по НТВ снова стали показывать и арт. Но не пятый сезон. Там начались повторы. Несколько лет я думал, что они начали с первого сезона, но позже выяснилось, что почему-то трансляцию начали со второго. Я тогда решил название всех серий заносить в тетрадку, а на обложке записывал наиболее сложные медицинские термины. Позже я завел другую тетрадь под более полные описания, включая синопсис, имена сценариста, режиссера и оператора. И делал я это вплоть до седьмого сезона. В этой же тетрадке можно найти, как я нарисовал главных героев в аниме стилистике. Примерно тогда же я купил кассету с саундтреком к скорой помощи, так оказалось к первому и второму сезонам. Что любопытно, компания Atlantic Records, судя по всему пиратская, придумала обложку с двух сторон оборачивающую кассету, так что в ней пришлось проделать дырки для штырьков. У меня всего две такие кассеты и обе выпущены данной студией. В ноябре 1999 года я увидел свою любимую серию ER. Вокзал Union Station Очень эмоциональную. По ее поводу я написал в дневнике. Вот уехала Сьюзан от Марка, а мне кажется, что я с кем-то простился. Я не мог понять, почему ей быть с племянницей важнее, чем с любимым человеком. По этому поводу мы много спорили с Юрой, он пытался объяснить ее мотивацию, но мне в 16 лет это казалось совершенно нелогичным. В феврале 2000-го НТВ наконец-то добралось до пятого сезона, мне он не очень понравился. Меня очень сильно расстроило, что Анна Дель Амико в исполнении Марии Белло пробыла в ER всего один сезон. Я, начав просмотры с четвертого, считал ее одной из главных героинь. На ее смену пришла та самая Келли Мартин, которая мне тоже понравилась, но по-другому. Как-то Юра гостил у своего двоюродного брата и вычитал в интернете, что ее героиню убьют, якобы из-за конфликта актрисы с Ноа Уайлом. Но когда в пятом сезоне этого не произошло, я подумал, что это очередная утка, как с Рикки Мартином. Но я поспешил с выводом. Тогда же я написал в дневнике, что ER пошел уже не тот, что раньше. Слишком предсказуемые сюжеты стали, и время подтвердило мою правоту. Настоящая скорая помощь – это первые четыре сезона. Сколько-нибудь интересное – до восьмого. Оставшиеся же семь – высасывание идей из пальцев старосортными актерами. Впрочем, это я узнаю гораздо позже, пока же я просто остался разочарован пятым сезоном. Хотя несколько эпизодов по традиции на видеокассету записал. В то же время я размышлял, а какой бы могла быть игра по мотивам ER. Для своего журнала «Друг геймера» я придумал сразу две. Одну – серьезный хирургический симулятор. Другую – квест в духе секретных материалов. 18 сентября 2000-го НТВ опять стала показывать скорую помощь. Со 2 октября показ перенесли с 23 часов на без пяти восемь. Для нас это еще удобнее. И к декабрю они добрались до той самой серии 6-го сезона, где убили Люси. Очень жесткий эпизод, впрочем, вполне выдержанный в духе данного сезона. Тогда же я в дневнике записал, что очень уж тяжело стало смотреть скорую помощь. Нагнетается один негатив, как будто сериал стал сниматься в России. Конечно, и до этого в ER было много эмоционально тяжелых моментов, как без этого обойтись в жизни врача. Но они не перекрывали собой все остальное. Чтобы такие сцены производили нужное впечатление, они должны быть очень правильно дозированы. Ведь если только из чернухи и состоит сериал, то зритель приобретает к ней иммунитет. Должно быть время, чтобы вдохнуть воздух. Немного разочаровавшись в ER, 6 марта 2001 года я нашел в продаже видеокассету «Скорая помощь» сериал 1 «Пилот». Тогда «Мост Видео» выпустило весь первый сезон по две серии на кассете. На это все ушло больше дюжины ВХСок. И если бы продолжили их издавать, весь сериал занял бы всего-навсего 167 кассет. В Германии у VHS был похожий дизайн, только в зеленом цвете. В США же оформление отличалось. Помню, я подумал, почему же данный пилот не показали по НТВ. В сентябре транслировали седьмой сезон, а потом в ноябре наконец-то повтор начали с самого первого сезона. Название его серии я записывал в еще одну тетрадку. И могу сказать, что первый сезон для меня идет на втором месте после четвертого. Там еще нет не нравящихся мне персонажей, зато сюжет каждого эпизода отлично проработан. Тогда еще использовались задумки Крайтона. Особенно меня впечатлила серия, срежиссированная Квентином Тарантино. Очень уж сильно она отличалась от всех остальных. Что же касается седьмого сезона, то ничего хорошего про него я не скажу. Я понял, что сериал окончательно скатился. Я уже не испытывал желания смотреть продолжение. Когда в 2002 или 2003 НТВ добралось до восьмого сезона, я посмотрел только пару первых серий и не стал продолжать. В том числе потому, что после вечерних эфиров скорую помощь перенесли на 11 утра, потом на 9, а студенту это неудобно. К тому же я удивился, что одного из второстепенных героев стал играть другой актер, совсем не похожий на предыдущего. В общем, я бросил это дело. А посмотрев я еще пару серий, я бы дождался возвращения в сериал Шерри Стрингфилд, одной из моих любимых актрис, которая ушла еще в третьем сезоне. Кто знает, возможно тогда я досмотрел бы сезон до конца с вернувшимся интересом. С появлением у меня в 2004 году компьютера с интернетом, я практически сразу начал искать информацию о скорой помощи. Я нашел несколько тестов, скриншоты и виртуальный тур по студии, но больший интерес у меня вызвала энциклопедия по сериалу с описанием персонажей и синопсисом всех вышедших на тот момент эпизодов. Я не пожалел краски в принтере и распечатал это все на бумаге. В августе 2005-го из «Страны игр» я узнал об игре по сериалу, но описание меня не впечатлило. Я никогда не был поклонником «Симсов», а игра похожа на них гораздо больше, чем на какой-нибудь «Зэм Хоспитал». В продаже я ее не стал искать, зато в сентябре нашел пиратский DVD с первым сезоном ER. Во время доторрентов это был единственный способ посмотреть полные версии своих любимых сериалов. Кстати, что за тролли его выпустили. После имен основных актеров написано, а также идет перечень болезней. Они же были упомянуты на видеокассете. Неужели пираты подумали, что это имена? Чуть позже я увижу в продаже и второй сезон, и на этом моя коллекция левых дисков со скорой помощью остановилась. Больше я их не находил. Зато как-то ночью в том же году я решил записать на видеок пару серий девятого сезона. По-моему, тогда его показывали в 2.40 ночи. Приятно было увидеть новые эпизоды, но не настолько, чтобы записывать все серии подряд. В 2006 еще один мой товарищ, у которого было спутниковое ТВ, сказал, что на канале Домашний сейчас идет скорая помощь. Нужно ли мне ее записывать? Я, конечно, сказал, что нужно. В итоге он записал мне одну серию и все. Ну и ладно. А в апреле, когда я поехал на конференцию в Омск в один из вечеров, я посмотрел еще один эпизод по тому самому Домашнему. Только в 2009, когда интернет стал более-менее быстрым, я скачал с торрентов все 15 сезонов. Последние без озвучки НТВ. Потихоньку начал их пересматривать с самого начала и в 2011 наконец-то досмотрел. В целом, мое мнение о сериале осталось прежним. Со временем он становился все хуже и хуже. И восьмой сезон последний, в котором еще встречались классные серии. Но досмотреть до конца было необходимо, чтобы иметь представление. Так долго я смотрел сериал, потому что периодически делал паузы. Моя нервная система не могла выдержать такой поток чернухи, так что просмотр 331 серии, которая занимает 32 диска, растянулся на два года. По окончании я боролся с желанием снова пересмотреть первые четыре сезона, но я знал, что не смогу потом остановиться и мне придется опять терпеть все до конца. Сейчас я вспоминаю про ИАР исключительно с теплотой. Он остается в числе моих любимых сериалов и возможно первые сезоны я когда-нибудь пересмотрю. С вами был Эмрум, не болейте и оставайтесь на канале Отвинтаж, если хотите узнать и о других моих любимых сериалах. КОХЕР Слыхали? Скорая помощь заканчивается. Сегодня последняя серия. Как жить-то будем? Жить будем, но грустно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok